Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов, вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Что значит быть самим собой, дорогие друзья? Быть самим собой, это значит не принимать во внимание, не руководствоваться в своих действиях, мыслях и высказываниях осуждающим или ободряющим, возвышающим или уничижающим мнением других участников жизни. Ну, то есть других людей. Большинство стараются показаться лучше, чем есть. Говорят на том языке, на котором хотят другие слышать. Используют социальные нормы, правила. Боятся, что о них подумают плохо. Другие. Как же это? Обо мне подумали плохо. Знать я плохой. На самом деле, каждый из нас такой, какой он есть. Быть самим собой, это значит убрать социальные ограничения, нормы и правила. И перестать лгать. Вот основа. Перестать лгать себе, перестать лгать другим. Это единственный способ, при помощи которого людин превращается в человека. Достаточно часто в последнее время пишут людины мне здесь. Раньше, Владимир, вы были такой хороший кокоша, такой замечательный, кокошенька был. Не говорили разные всякие слова, которые наши уши не хотят слушать. А сейчас вы какой-то очень нехороший татоша стали. Прям вот очень плохой татоша. Эгоистичный. Там масса обвинений, самых разнообразных. Друзья мои, это вот как раз информация для тех, кто подобное умозаключение пишет. Это ваше восприятие. Не более того. Вы, говорит, не уважаете публику, которая вас слушает. Подписчиков не уважаете. Подписчиков, да, они никакого уважения совершенно не достойны. Только, друзья, у меня нет здесь подписчиков. Нет у меня здесь и поджопников, тоже нету. Ни подписчиков, ни поджопников. Вот, друзья, есть. Поэтому, если вам не нравится, не нравится так, как вещает вот этот род, если вам не нравится мимика, жесты, и то, что вы слышите, вызывает у вас когнитивный диссонанс, если у вас случаются приступы невроза, истерия, диарея, к примеру, или запор, ну, есть кнопка «Отписаться», совершенно замечательная такая кнопка «Отписаться». Нажали и отписались. И все, и диарея прошла. И запоры больше не мучают. И глаза из орбит не вылазят. И в истерике никто не бьется, и пена изо рта не идет. Что в порядке? Просто кнопка «Отписаться». Это же легко. Зачем же вы себя мучаете? Дорогие мои, не мучайте себя вот этой говорящей головой. Все очень просто. Так вот, к вопросу о том быть самим собой. Когда мы не ограничиваем себя теми рамками, которые устанавливает какая-либо система, будь то ортодоксальная система какого-нибудь верования, будь то социальная система, а социальная система – это следствие, кстати, системы ортодоксальных религий. Если кто не знает, вы немножко приложите серого вещества к пониманию того, как устроен этот мир с политическо-социальной точки зрения. Изначально есть ортодоксальные секты, которые называются правильными религиями. Ну, они себя так назвали. Вот, религии правильные, а остальные типы, они назвали религией неправильные. И вот когда-то, достаточно давно, царей, президентов, премьер-министров, королей, их просто не было. Они были не нужны. Были шаманы, которые управляли людом. Но люд начал роптать. А роптать на шамана – очень плохое дело. На священника роптать нельзя. Это ставит под угрозу всю систему управления. Поэтому священники ортодоксальных религий, они придумали хитрый ход. Они говорят, сейчас мы придумаем специальный ритуал и будем назначать, назначать, назначать посредством ритуала королей, премьер-министров, царей, правителей разновсяческих, как бы они ни назывались. И создадим государство. И у нас вот эти все начальники, которых мы поставили, они будут под нами. Вот кардинал серый. Как кардинальчик серый, но правит всем. А царь – это попка. Король там, царь – это попка. Шут гороховый, на которого можно все шишки валить. То есть его можно говнососить как угодно. Последними словами, ну, иногда, конечно, да, иногда бывает, что и в тюрьму сажают, и всякое разное такое, и преследуют. Но изначально они были созданы как раз, как громоотводы. То есть священники, духовники хорошие, а не кокоши. А вот цари – это татоши, это плохие. То есть добрый полицейский, злой полицейский, как замечательно. А они же братаны, друзья такие. И тайну исповеди придумали, чтоб все знать. Полицейскому же нельзя рассказать, он плохой, он какашка. А вот татоши, священнику, тем более, говорит, я, говорит, никому не скажу. Это, говорит, тайна, говорит, никому не скажу. Ты, говорит, не думай, чего там как, рассказывай мне все как на духу. Вот. с кем, чего там, как, где. Говорит, исповедуйся. Мы все все знают. Одна банда. И не более того. Придумали классную вещь. А еще они придумали в свое время индульгенцию. Причем индульгенция, она откупала мерзавца. От любых скверных вещей. Даже от убийства, изнасилования и убийства малых детей. Вы просто не в курсе историй. Многие не в курсе. Я не говорю, что все. Многие не в курсе этой истории. То есть можно было богатому человеку у церкви выкупить индульгенцию от любых грехов. Вообще любых. Каких хочешь. Не имеет значения. Да хоть ты целый детский садик изнасилуй и сожри потом. Убей и приготовь на шашлэйке. Пожалуйста. Просто очень дорого. Очень дорого. Они отписывали целые земли. Отписывали. Огромные земельные наделы. И это все очень хорошо изложено в истории. Просто сейчас истории мало кто настоящий интересуется. А на уроках истории вам расскажут только когда была Куликовская битва ледовое побоище. Где бедные рыцари провалились под лед бедолаги. Говорит хрусть и все. кера. Вот это на уроках истории нам в школе преподавали. Сейчас может быть какую-нибудь новую дурнину придумали. И новую дурнину рассказывают. Подвиг панфиловцев не существующих. Уже всем известно, что этих панфиловцев никогда не существовало. И еще много разных подвигов. Матросов с гранатой куда-то бросался. На какую-то амбразуру был ли этот матросов. Или его не было этого матросова. Может быть и был. Просто бухнул очень сильно. Надоело ему все. Пойду сдохну. Быстро через пулемет расстреляли. Даже ничего не почувствовал. Гранату заодно туда брошу. Понимаете вот вот эта вся хрень политически настроенная такая хорошая такое воспитание дает настоящее патриотическое воспитание все вот эти рассказы. Так вот возвращаясь к тому чтобы быть самим собой. Все вся социальная система она изначально предназначена для того чтобы человека отвести подальше от того чтобы быть самим собой. Все предназначено для того чтобы людин следовал нормам и правилам те которые активно представляются в социальной системе посредством специальных глашатаев. А глашатаями в том числе и в первую очередь являются средства массовой дезинформации. То есть слово информация оно не подходящее. это всегда было средство массовой дезинформации. А там что? Там показывают какие трузеля кружевные надо носить какие туфеля что сиськи силиконом надо накачать и жопу тоже что вот мужчинам надо срочно пипиську удлинить и показывают какую одежду надо носить на каких машинах ездить как спариваться нужно правильно порнуху для этого же придумали вообще абсолютно все глянцевые журналы показы мод и вся вот эта вот трихомудия которая имеет место быть она предназначена для того чтобы одурманить разумного человека превратить его просто в быдло которое стремится быть кем-то но не самим собой вот кем угодно там каким-нибудь каким-нибудь образом поп-дивы которые показывают вот и показывают видите вот они вот они артисты и модели красивейшие вот у них какие богатые мужья и жены как они хорошо живут сколько у них денег на каких машинах они ездят а вы говорят грязь из-под ногтей стремитесь стремитесь к этому одевайте модные лабутены и трузеля и тогда возможно вас заметят очень нужные хорошие важные люди и вы сорвете свой банк в этой жизни ни хрена не будете делать и будете купаться в роскоши вот она социальная система что показывает с одной стороны а с другой стороны есть система образования в которой опять-таки одурманивают людей и опять-таки отводят их от того чтобы быть самим собой так вот что касается системы образования система образования она изначально предназначена для одурачивания человека для того чтобы сделать из него робота посмотрите в школе есть определенные данные которые загружают в человеческий ум в детский ум многим они абсолютно не нужны многим ли вы пользуетесь из того что вы получили в школе в техникуме в институте много ли вам пригодилось из того что вам загружали в чистые мозги там а вот развивать те способности которым у человека есть стезя изначальная потребность и тяга вот это нет это не надо как же это ты хочешь стать художником нельзя тебе художником быть чем ты будешь нас в старости кормить художник говорит на паперти будешь стоять со своими картинами по три копейки их там у тебя кто-то будет покупать а кушать ты что будешь тебе надо идти учиться на банкира тебе нужно учиться на какого-то на какую-то специальность которая будет востребована это у человека у человека к этому никакой тяги изначально нету а его родители уже туда упрессовывают давай-ка в школу все же в школу ходят правильные правильные школы так не обучают есть правильные школы для правильных людей для правильных человек их там обучают тому чему потребно они заталкивают в умы всякую гадость очень большом количестве посему дорогие друзья все на самом деле не так сложно необходимо просто смотреть в куре необходимо понимать смысл что конкретно происходит да это социальные импринты но за каждым социальным импринтом есть смысл и если вы начинаете чувствовать смысл вы можете их интерпретировать умственно а дальше принять верное решение но часто страшно принимать верное решение как же это не отправлять ребеночка в садик как же это не отправлять где учат ходить строем какать по свистку на горшках и писать спать по расписанию жрать по расписанию и все остальное прочее как же это не отправлять у ребенку нужно общаться С кем общаться? С быдлом общаться, чтобы он тоже стал быдлом и стер свою индивидуальность? Конечно, это хорошее дело. Если вы хотите, чтобы он был роботом, пожалуйста, никто не мешает вам поступить с вашим чадом именно таким образом. Никто не мешает ни разу. Поступайте. Тем не менее, у каждого индивидуума есть выбор. Я вовсе не осуждаю тех, кто идет путем стандартных. Каждому нужно пройти свой путь. Кому-то нужно пройти путь этого быдлячьего состояния. Мы все проходили в каких-то жизнях. Невозможно понять вкус соли, не попробовав. И вкус перца, не попробовав. Рассказывать об этом можно сколько угодно. А какие ваши реальные предложения выхода из этой ситуации? А какая у вас тут ситуация случилась, что вы реальных предложений ищете? Люди все время пытаются переложить ответственность со своих плеч на плечи кого угодно. Это знаете, как в том анекдоте, когда Насредин со своей супругой возвращается из кинотеатра, а его дом ограблен. И вот все собрались и судачат по этому поводу. Один говорит, Насредин, я же тебе говорил, почему ты не поменял замки? Другой говорит, я тебе сколько раз говорил, надо поставить сигнализацию. Ты не воспользовался моим советом. Третий говорит, надо было слушать меня, когда я тебе говорил, чтобы купить охранных собак нанять, чтобы они у тебя сторожили все время дом. Третий говорит, еще один говорит, почему ты не поставил камеры? Насредин слушал, слушал, говорит, слушайте, а что вы, если меня обвиняете? Как насчет вообще вора? Может быть, он виноват? То есть, вот эта ситуация, когда люди не хотят научиться чувствовать своим сердцем правильный путь, на котором есть решение, а пытаются где-то подслушать или у кого-то спросить правильные решения, это всегда ошибка. Почему? Потому что у каждого свой путь и свои решения. И единственное, что необходимо сделать для того, чтобы получать верную информацию оттуда, где она существует для каждого, это научиться чувствовать сердце, активировать интуицию. Ум и интуиция противоположности, и они блокируют друг друга. Поэтому, когда человек думает, он не способен интуитивно принимать информацию. Тот, кто способен интуитивно принимать информацию в этом состоянии, не способен думать. Поэтому и говорят, отключайте свой ум для того, чтобы подключиться к общему энергоинформационному полю, где есть все ответы на все вопросы. Кстати, немножко отойду от этой темы сейчас. Был один комментарий, где наш друг задал вопрос. Говорит, Владимир, в прошлую передачу вы, говорит, раньше все время говорили, времени не существует. А в прошлую передачу, говорит, самое ценное, говорит, что есть у человека это время. Говорит, не могу понять, когнитивный диссонанс случился по этому поводу. Дорогие друзья, для всех, кто понять не может, мы люди. И мы действуем и наблюдаем эту жизнь из этого тела посредством умственного аппарата. И в материальном мире невозможно действовать вне смены кадров. Да, фильм существует. Вот он у вас записан на жестком диске. Пока вы не включили проигрыватель, у вас кадры не сменяют друг друга. Но они существуют, они не проявлены. Но они существуют. Фильм-то записан у вас на жестком диске. Что такое время? Это когда вы запускаете проигрывание фильма. Только проектор внутри вашего ума. Понимаете? Нет? Ваша жизнь существует. В записи, как фильм. Просто просмотр этого фильма происходит изнутри экрана осознания, а не снаружи. Вот поэтому времени не существует. Но параметр времени необходим для наблюдения существующей реальности. Но на самом деле времени не существует. Но субъективно оно воспринимается. Об этом еще Соломон говорил в Экклезиасте. Да и не только Соломон, а очень много. Много кто излагал это понимание. Когда мы следуем нормам и правилам, навязанным социальной системой и осуждениями других, мы себя заковываем в оковы. Эти оковы не позволяют нам быть и проявлять себя такими, какими мы есть на самом деле. А это уже внутренняя тюрьма. Многие говорят, как я уже сегодня в начале передачи. Вот Владимир говорит. Когда-то очень давно вы были хорошим кокошей, а сейчас вы злой Татоша. Такой спесивый, наглый вообще, с тюремными татуировками. Сидите, говорит, здесь и рассказываете нам какие-то гадости. А мы, говорит, сидим и слушаем эти гадости. Что же вы, милые, гадости слушаете? Ладно, кнопка отписаться всем тем, кому не нравится. И до свидания. А останутся те, кто не подписчик и не поджопники. Друзья, друзья останутся. А те, кому не по пути, и слава Богу. Много раз до этого говорил. Друзья, каждый из нас идет своей дорогой. Слова, они как камни, падают на дорогу. Есть те, кто идут в том же направлении, что и я. Взяли камушек, покрутили, повертели. Нравится? Положили к себе в торбу. В торбу жизни. Не нравится? Выкинули. И свернули другим галсом. И пошли себе другой дорогой. Ничего не мешает. Абсолютно ничего не мешает переключить свое внимание на то, что у вас вызывает состояние радости. У некоторых вызывает состояние радости просмотра спортивных передач. Футбола, например. Есть передачи там. Пусть говорят. Давай поженимся. Ну, хорошие же передачки. Для кого-то. Так смотрите, что же вы таращитесь на эту лысую морду, которая говорит слово жопа. И у вас это катарсис сразу случается. Не надо. Не надо себя. Очень милый. Всех вас целую. Друзья, обнимаю. Прекрасного дня. Хорошего настроения всем и каждому. До новых встреч. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok